Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Приехав в этом году в деревню, мы познакомились с новой соседкой Лилией, молодой девушкой, которая переехала от родителей с соседнего села, чтобы начать собственную жизнь. Мы общались с ней несколько месяцев и поняли, что она удивительный и очень экономный человек. Зарплаты в деревне небольшие, а потому мы предложили провести эксперимент, который позволит нам познать деревенские секреты экономии, а Лилия поправить свое материальное положение. Мы уговорили ее на эксперимент. Мы даем ей 10 тысяч, а она покупает все, что считает нужным. Конечно, покупки останутся с ней. В назначенный день Лиля получила на руки деньги, хотя нам пришлось ее долго уговаривать, и мы все же отправились за покупками. Что купила Лиля? «Я очень давно мечтала о хорошем кухонном комбайне», – заявила она. «Он поможет и томатный сок делать и заготовки на зиму быстро приготовить, и ягоды перемолоть с сахаром». Первой покупкой стал кухонный комбайн за 4200 рублей. Полотенце и новое постельное белье. Как она нам объяснила, это для гостей. На это у девушки ушло 1700 рублей. 5 упаковок сахара, 5 килограмм муки и много различных круп, потратив на это добро 800 рублей. Пленка для огорода, чтобы рассаду не повредило жаркое солнце. Дожди и сильные ветра – 400 рублей. Несколько ведер и мисок. Для воды, сбора ягод и теста на хлеб – 550 рублей. Последняя покупка нас очень удивила. Шуруповерт за 2350 рублей. Лиля желала сделать дома ремонт и загон для кур, а потому он ей очень пригодится. Возвращаясь домой, у Лили горели глаза. Она готова была прямо сейчас бежать делать ремонт, печь пироги и звать гостей. «Мы, в свою очередь, поняли, что часто самые важные вещи мы просто упускаем из виду, покупая ненужный хлам, который прослужит мало времени. Добавим, что в этом контексте важно говорить и очищение дома, которое можно подкрепить и мытьем полов, окон в очищении шкафов от завалов и пыли. Поскольку подобное притягивает подобное, грязные дома, содержащиеся в беспорядке, притягивают к себе вибрации, беспокоящие нас. Даже если ваш дом не содержится в идеальной частоте, он в порядке, и вы знаете, где что лежит. Эксперты рассуждают, что чем больше у вас собирается ненужных вещей, медленнее становится движение ЦИ в квартире или офисе. Так что не следует удивляться тому, что ваши жизненные планы не осуществляются, и у вас такое чувство, будто что-то все время мешает. Друзья, каково ваше мнение по этому поводу? Напишите нам в комментариях, ставьте лайки под видео и подпишитесь на наш канал. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.